Мир, труд, май и немного политики. Утром коммунисты, анархо-коммунисты, либерал-демократы собрались на площади Ленина. Одни готовились к шествию, другие к предстоящему митингу. У ЛДПРовцев, например, подарки для горожан и немного новый формат публичного мероприятия. По окончании шествия здесь состоится митинг. Сегодняшнее мероприятие будет не совсем обычным. Помимо представителей власти, которые избраны от ЛДПР, выступить сможет каждый желающий в режиме открытого микрофона. Это как бы делается у нас впервые. Отдельной колонной для шествия выстроились Левый фронт и Другая Россия. Ребята принципиально замечают, что 1 мая – это не праздник, а День солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года рабочие в Чикаго, среди которых особо выделялись анархисты, потребовали сокращения рабочего дня с 15 часов до 8 часов. Их забастовка была жестоко подавлена. И в память о них по всему миру отмечается День солидарности трудящихся. Самым многочисленным составом на площадь Ленина пришли коммунисты. Для них участие в шествии уже многолетняя традиция. Стоит отметить, что в этом году состав под красными флагами заметно помолодел. Партия обновляется, юных сторонников все больше. Каждый год, оно разное настроение каждый год, потому что меняются поколения. Тут, видите, значительно больше молодых, чем, например, в прошлом году. Очевидно, это признак какой-то смены в партии. А настроение-то все равно хорошее. 1 мая. Стройные ряды шагали по проспекту Ленина в половине десятого. Движение транспорта на время шествия красно-черной колонны пришлось перекрыть. На проспекте Шереметьевском собрались другие демонстранты. Там шествие получилось менее политизированным. 1 мая – это праздник с транспарантами и березовыми ветками в руках. По крайней мере, так было несколько десятков лет назад. Шли годы, менялась власть, изменилось и название праздника. Сейчас он называется Первомай – День весны и труда. Но так же, как и раньше, тысячи ивановцев стягиваются на центральные проспекты и площади города, чтобы продемонстрировать свою солидарность трудящимся, учащимся и прочим. В этом году традицию нести украшенные цветами ветки соблюдали сразу несколько групп в праздничной колонне. Таким образом, демонстранты отдавали дань памяти советскому прошлому, не забывая думать о грядущем. Это символ будущего, символ весны. Наш колледж существует первый год, поэтому мы устремлены вперед и думаю, что эта традиция сохранится. Под музыку, выкрикивая речевки и лозунги, двигались колонны колледжей, вузов, спортивных объединений. Все собрались здесь, как говорится, людей посмотреть и себя показать. Представителей одной только федерации КУДО – 60 человек. Час получился экспромтом и нас мало, но следующий на 9 мая мы порядка 200-300 человек наберем обязательно на парад. Колонна растянулась на весь Шереметьевский проспект. Когда одни группы уже подходили к памятнику героям фронта и тыла, другие еще только миновали медицинскую академию. Сегодня ивановцы никуда не спешили. Люди в полной мере наслаждались романтикой демонстрации. Сегодня такой яркий солнечный день. Это позволяет людям остаться в течение целого дня на улице, обменяться впечатлениями и вообще создать настроение праздника и хорошего дня в течение всех этих длинных пирамайских праздников. Не обошлось мероприятий без первых лиц региона. Представители власти встречали демонстрантов на финише. С каменных ступеней колонны выглядели особенно величественно. Ведь реально люди живут своей жизнью, в которой присутствует не только плохое, но и хорошее. И сегодня это просто нашло концентрированное выражение. Ну и, наверное, все-таки, если не ностальгия, то такая историческая память о первомайских демонстрациях, которые тянутся в нашей стране очень многие-многие десятилетия. Традиции отмечать Первомай на проспектах города, невзирая на погоду, уже давно вне времени. Здесь можно встретить людей всех поколений. Кажется, что Первого мая все равны и дружны. Детей надо тоже приучать к таким же праздникам, чтобы они не забывались, что есть такие замечательные, великолепные праздники. Начало череде майских праздников успешно положено. Впереди марафон развлечений. Кому шашлыки в лесу, кому грядки на огороде или прогулки вечерами. О работе можно забыть почти на неделю. Мир, отдых, май. Мария Авдеева, Елена Белова, Андрей Семиволков, Олег Милехин, РТВ Иваново.